Как обычно, спешки не успели записать. Так, повтор. Повтор. Сейчас вот так сделаю. В общем, спазм. Я уже промеры сделал. Спазм веерных с левой стороны. Петля задних артерий. Зажато тройничный, или какой нерв, который иннервирует черепа и височный область, они тоже, соответственно, как бы зажаты, поджаты. Потом с левой стороны, начиная с третьего, четвёртого и пятого, на самой глубине у него всё напряжено справа и слева. Справа больше. Вот. Плюс возбуждение по сегментам достаточно такое среднесильное, потому что только прикоснулся, у него сразу реакция на прикосновение. Желание от меня смыться. Вот. Поэтому, ребята, сейчас мы что-то пытаемся сделать. Живой? Нормально? Отлично. Так. Так. Одно удовольствие работать по человеку, который худощавого телосложения. Но, с другой стороны, это удовольствие достаточно сложное. Каким образом? Потому что мышцы, они, что у мощного, что у маленького, миниатюрного, забиваются одинаково. Но у большого, у большой модели, там, получается, вероятность поражения, она несколько больше. А у мелкой модели мышечные волокна, какие поражены, они миниатюрные. Поэтому, чтобы до них добраться, нужна высокая такая точность. Так. Сейчас распускаем лопатки. Что там видно, что там не видно. Что там видно почти. Почти видно. Ну, вот так сделаем. Вот так лучше, чтобы это видно. Вот так вот. Да. И у него в достаточном таком шестерках, то есть, как бы, стальное натяжение по Микулину, находится поднимающая лопатку. То есть, у него, в принципе, вот сейчас я даже вот так вот делаю, ощущается скрип достаточно сильный. Так. Восстановление правой трапеции. Правая трапеция, она меня встречает не особо дружелюбно. Сейчас. Что тут видно? Видно хорошо. Оно встречает меня не особо дружелюбно, потому что пятерки на глубине вместе с шестерками. И получается, человек пробыл в отпуске и каждый день чувствовал дискомфорт. Это то, что я успел услышать. Чем больше лежал, тем больше болел. Чем больше лежал, ребята, тем больше у него болело сейчас. Не сейчас, а дай этого. Проще говоря, движение – это жизнь. Движение – это жизнь. Но с утра иногда, Серега… Тяжело раскачаться. Просыпаешься и думаешь, лучше, чтобы ты глаза бы не открывал. Это я про себя. Движение – это я про себя. Ребята, пациент не плановый. В принципе, поток пациентов должен сегодня идти с трех. Это взят экстренно. Я сегодня еще дополнительно занимался ремонтными строительными работами. Повесил панели. И вот специально, почти для таких пациентов, повесил на стену кронштейн, на котором будут находиться два блока и петля глиссона для вытяжения шейного отдела. Сейчас вот я не готов поставить ему эту вытяжку, потому что не смонтирована. А мы тебе делали петлю? Нет. Ни разу? Я ошейником удобно. Ошейником удобно. Ошейником удобно. И тебе легче делается? Ну, когда как. Когда как. Ну, в основном зажатие начинается под лопаткой, под этой лами. Ну, правильно. А потом тленит всю спину, шею. Тленит всю спину, шею. И голова, и тошнота. Ну, короче говоря, вся симптоматика заканчивается тем, что вроде давление меряешь нормальное, а тебя тошнит, рвет, голову поворочаешь звезды. Ага. Когда вырвало, чайку попел и через полчаса, как ни в чем не бывало, остаточная головная боль. Ага. И ты в норме. Ну, вот, ребята, видите, то есть, получается, у него... Внутричерепное давит, проще говоря. Потому что глаза болеют, начинают давить. Ну, не следствие. Внутричерепное, да, оно да, оно будет, оно будет как дополнительный фактор. Но это не... Следствие, скажем так. Это следствие, да. Это не основное. Основное то, что у тебя шея идет в спазме, она внутри у тебя в спазме. И рвота почему возникает? Потому что у тебя идет на пережатие вето, ветка блаждающего нерва. Вот. Потом, когда желудок, он, в принципе... Опять же, это моя, как бы, теория, которую я сейчас выдвигаю. Желудок, когда освобождается, у тебя происходит, как бы, переребут, перезагрузка, перезагрузка ЦНС, ЦНС, и у тебя с ними снимается возбуждение сегмента. Вот. В принципе, сегмент... Вот, Серега, как и я, мы радиоэлектрончики, мы технарии по большей части. Вот. Поэтому сейчас я, в принципе, даже могу предположить такую модель, что сегмент, он построен по принципу обыкновенного полевика. Но, получается, там, как бы, остаточный заряд кондюка, который накапливается, его надо убрать. И убрать это... Или увеличить ему на затвор... Затвор, ведь, да, подводящий, как база? Ну, да. Да. На затвор подать ему еще больше потенциал полевика. Вот. Или подать потенциал обратной полярности. Как бы так. Хотя полевики так особо не работают. Нет, у них плюс-минус. Плюс-минус. Грубо говоря, подал плюс, он открылся, подал ноль, он закрылся. Да. Не значит, он ее назад варит. Да. Поэтому, ребята, в принципе, пользуясь случаем, пользуясь случаем, доктор Никулин превращается еще в Андрея Никулина и начинает попутно решать свои технические вопросы. Вот. И один из вопросов, который меня мучает уже неделю, я хочу задать Сергею. Он мне, возможно, подскажет. Если я вот этот вот PID-контроллер, который Rex, зафигачу... Ты понял, о чем, да? Тысячник. Да, тысячник, да. Если я его зафигачу сюда вот на вытяжку и подам на это самое твердотельное реле, на вентилятор с нагревателем, импульсы... Что с нагревателем будет, мне, в принципе, понятно, если он подойдет к температуре. А что будет с вентилятором? Прилегительно то же самое. Прилегительно... А он не будет это самое, как бы... Только он у тебя, получается, к температуре подойдет, он дуть перестанет. Просто дуть перестанет. Ну, он же как нагреватель его выключит и все. Не, а... Он, когда подходит, он, это самое, фигачит импульсом. И импульс у него, там, скважинность, она просто больше делается. Судя по автоклаву. Он не вырубает его полностью. Он вырубает, когда идет перегрев градусов на 10, на 20, больше. Вот. Ну, только на температуру будет видеть. У тебя вентилятор будет... А, он будет остывать. У тебя не та линейность. А. ТЭН у тебя нагрелся и после прогрева отдает еще какое-то время. У тебя была элекция весь. А вентилятор у тебя что? Так, Серег, не холодно? Ну, так, немножко прохладно. Немножко прохладно, да? Так, ребят, я попробую сейчас... Нормально. Включить продувку сзади. У меня там это самое сейчас... Маленький технический брак идет. Ее фольгу. Разветвитель в треугольнику этот самый засунул. Она шкребыхая. Ее фольгу кусок вылетел от рук струны. Вытащить. Я хотел, думал, может быть, у меня этот самый... На вентилятор поставь обычный диммер и не сбивайся в руку. Потому что вентилятор у тебя должен дуть. А темно ты уже регулируешь. Если у тебя температура... Ну, была такая мысль. Вентилятор меньше будет шуметь. А если ты поставишь впитный вентилятор, ну, это будет в жопах. Ясно. Потому что у тебя когда нагрев произойдет, он у тебя вентилятор тупо остановит. А тебе не надо его останавливать. Тебе нужно охлаждать нагревательный элемент. Ну, в принципе, да. То есть какой-то минимальный, какой-то максимальный. У тебя две степени регулировки. Либо ты настраиваешься по потоку воздуха. Температуру подстраиваешь тену. Подгоняешь ему питание. Либо ты выставляешь температуру самого нагревательного элемента. То есть клепишь на нее какую-то пластину радиатора на пластину радиатора. Кстати, пластины. Это хорошая мысль сделать побольше пластин. Чтобы у тебя с теном тепло снималось. Стена? Большей площади. Прям стена тепло. То есть датчик туда засунуть, ты имеешь в виду? Грубо говоря, тен ты прикручиваешь через термопасту. Либо через пропилку. Там спираль ставить. Обычный? Обычный. Очень воздушный тен. Ну, это самая сушилка. Старого образца с него. Там стоит этот самый. Просто можно взять тен. Они недорогие были. Воздушные. Он с такой юбкой идет. Ага. Есть у меня такой. Для воздуха. Чисто. Ребята. Попытка вытащить. И они есть 500 платные. 500-1000. То есть у них разной формы, разной длины. В ВВС все в витрине лежало. И стоили они там что-то от 150 до 350 рублей. И вот на нем будет эффективность выше. Если ты возьмешь вот такой вот тен в рубашке. Ага. Коротенький. Ага. Он будет там ват 300. Ты едва поставишь. Короб под них собрать придется. Чтобы через короб протягивать. Ребята, сплетение которое левое у него зажато. Там. У него поверхность тройка. А там у него зажат. Поэтому у него идет и не мота по рукам. За шейного отдела. Сейчас его цепляю туда. А он на меня сейчас будет тряпкаться. Ты ногти не посрихаешь. Я полировал. Нет. О. Я сейчас наши чем ногти срыву. Взял машинку. Я наждачка обычная. Ага. Наждачка. А я фрезовый. Специальный. На Алике взял эту самую машинку. Берешь. Лезь наждачки. Кладешь на стол. И по нему ногтем. Жиг-жиг-жиг. Прям удобно. И сам лам тоже пальцем вторым прощупываешь. Коряк. Коряк. Вот так. Ну да. Вот. Сейчас она реально. У него здесь вот тут. Сейчас еще. Плюс. Если поднимаешь сейчас лопатку. Здесь вот тут. У него чуть подослабло до четверки. Хотя в пике она идет под натян. С нагрузкой. Под нагрузкой идет она в пятерку. Кстати друзья. Обратите внимание. Как работаю. В принципе. В принципе. Вчера фильм смотрел про Джеки Чана. Он фигачил почти вот так вот. Пальцами. То есть. Здесь. Кунг-фу для доктора Микулина. Кунг-фу китайское. Оно единое целое. Объект один и тот же. Объект один и тот же. Да. Но. Причем. Причем. Здесь. Полный контакт идет. То есть. Мои руки. Дальше его кожа. Они как правило. не стремятся. Одно из условий моей работы. Вот. То есть. Я. Пробрасываю. Моменты работы по воздуху. А в каратэ. В конг-фу. Там. Контакт осуществляется. Единожды. Дважды. И. Человек. Вырубается. Но. Прежде чем. Точно. Да. Если контакт этот осуществить. То есть. Чтобы осуществить. Надо. Скажем. Делать. Какую-то. Подготовку. Немножко. На расстоянии. Без контакта. Вот. Руки. Поднять. 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 Это значит. Вниз опустить. Ну. Я имею ввиду. Вверх. Вверх. Поставь. Давай. Вот. Вот. Сейчас. Сейчас. Вот. У него. Как раз. Середину. Середину. Я. Спазм. Убрал. В середине. Остался. У него. Вот. Он. Свободно ходунул. Почти ходит. Но. Так. Как. Этот пациент. У меня. На. Реабилитационных. Мероприятиях. Не один. Уж год. Серега. Очень. Давнешние. Друзья. Поэтому. Я. Прекрасно. Знаю. Что. Эффективность. Моя. Работа. Она будет. Ну. В лучшем. Случай. Процентов. Наверное. 55. Может быть. Может быть. Произойдет. Некое. Чудо. Живой. Вот. Живой. Живой. Чудо. А. Ты. Меха. От печки. От печки. Да. Теплый. Отлично. Вот. Ну. Я. Привязательно. Посчитал. Где-то. В районе 26 лет. Мы с тобой? Да. Серьезно? 26 лет. Ребята. Нифига себе. Это дата. Да. Познакомились. Мы с тобой. Игрятом. Потому что. На радиотолпе. Я. Тогда жил. На Мира. На Мира. Я жил. Был женат. 20 лет. Мы с тобой. Это. Где-то. В этом. 19-20 лет. Моих. Познакомились. Да. И. Как раз. Я. Тогда. С этим. Сан Саныч. Я. Познакомился. В мед. Центре. Как раз. В период. Когда. Наверное. Я. В мед. Центре. Работал. Может быть. Еще. Второй. Вопрос. Пользуюсь. Случаем. Потому что. День. Насыщенный. Ребята. Здесь. Я убиваю. Сразу. Трюк. Заяц. В первую. Реставрирую. Для пациента. Второе. Ввечаю. На свои. Технические. Вопросы. Ну. Третье. Пишу. Видео. Для себя. Для вас. Больше. Часто. Для себя. Смотри. Два варианта. Исполнения. Вот. У меня. Стоит. Сзади. У. У. В. Третья. Пишу. Частота. 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 Мегагерца. Два. Исполнения. Первое. Исполнение. Я. Чегачу. К нему. Кронштейн. Там нет. Кронштейн. И. Где. Ну. Полутора. Метров. Два. Провода. рк 75 пока телевизионный потому что полтинника у меня нет рк 50 телевизионный 50-омный 75 был это раньше был советский сейчас все идут импортные а импорт идет 50 то есть вот это спутниковые вот это вот вот это вот какие мы с тобой на спутник брали белые провода не видеть стемовые шикарно шикарно во и вопрос такой серёг я тут разговаривал с одним соседом с вами он прошлом радиоэлектронщик инженер ну в прошлом не был ну да прошлом не бывает да и мы с ним долго беседовали часа два на улице а вот и он когда я ему сказал что я хочу я хочу вот на этих верхних двигающихся платформах разместить два вот этих вот держака и там электроды и мне надо будет тогда принципе протягивать метров пять вот этого провода для того чтобы ну и соответственно как бы кабели потеря это да но 100 ватт в пике и 80 ватт она как бы компенсируется там есть вот эта настройка вот и он скажут направленный излучатель не сделают там выход это самое два этих две пластины эффект конденсатора между ними ученогрев производится 2 пластины экраны сигнал нет там это самое он короче ламповый ламповый потом на выходе стоит согласующий виток как бы почти связи но этот виток обратная связь потоп до обратной связи это самое идет как бы так вот за счет этого прибор не убиваем и потому что у меня выход коротнул раз а вот и это самое и лапу и поэтому не убиваю да но это самое и получается следующая ерунда такая вот этот товарищ который радиоэлектронщик он сказал что так как у тебя будет ветка переменной длины у тебя будет проблема с согласованием а я вот сейчас как бы немножко потерялся то есть получается на самом деле провод он длину то не будет менять который вот это река то он не будет менять свою вот эту длину даже в катушку скрученную будет емкость меняется все тогда прибыли значит тогда держаки на прибор получается так проще согласовать значит потери будет тогда большая эти про направленную антенну говорю просто сделать направленную изучать эти хочешь рискнуть под нем поваляться я тебе рассказываю самый простой что мне попадался я проводил эксперименты было в мохнатые годы когда только интернет на деселе появлялся ребята у него это самое передняя лестничная дико напряженная тарас поэтому как раз и блуждающий мир у нас от нее и тошнит особенно с правой стороны я сейчас да поэтому ребята здесь идет сейчас разбор я не буду представлять камеру это сложная работа я разбираю мышцу на фракции на холодец как я называю в свое время когда вай-фай бил на 30 метров а интернет был только десельный так я проводил эксперимент с ноутбуком ходил и ямал вай-фай обычный без 300 самой первой ревизии которая 10 метров работала стабильно а потом уже тухлый а так вот длиннее собирал в интернете есть чертежи все из банки от кофе направленную антенну я ее размещал за стеклом и уходил где-то метров на 800-километр с ноутбуком и ноутбук банка кофейны с этим роутером у меня работали на этом расстоянии скорость была правда один мегабит ну это считай километр на 1 мегабит это уже шикарно да конечно с учетом того какие это были технологии тем более 1 мегабит там адс или 1 и 2 я просто смотрел скорость подключения вай-фай он на 1 мегабит падал но москву играла вай-фай то есть стояние ребята ременные ременные шеи и переменная головы тоже сейчас они дыбом стали принципе так и ты предлагаешь как и здесь это организовать сделать а ты посмотри в интернете вай-фай антенна из кофейной банки вай-фай антенна из кофейной банки то есть получается она будет нас там приведены формулы расчета частоты хорошо рассчитаю насколько она удалена скажем от объекта будет в виде вай-фай обычно работает 50 метров 50 метров а вот этот направленный антенна растягивает почти до километра а вот серег получается если я сделаю любой излучатель на 44 метра если будет расстояние больше чем 10 сантиметров от тела то начну будут прожариваться будут прожариваться фактически все ткани какие попадутся плюс орган а вот за счет того что ты сделаешь направленную излучающую антенну или консервной банки или трубы но ты можешь этот пучок просто собрать собрать сконцентрировать да а куда я вторую электронную основу ну тебе главное включающий тебе подать теперь юрий директор сейчас ребята стоп сигнал так ребят мы продолжаем продолжаем нашу работу мы и пациенты чуть поддерживаются задерживаются это плюс принципе но по силу уже эти ребят всего работы поэтому друзья как говорится с карьера в бой поедете йога но я тут по ходу из еще буду подготавливать для реабилитации и вот слушай получается ладно хорошо я соберу пучок куда второе самый а вайфай уже работает на цена микро экран там тоже задействовано для экран на корпусе экран на корпусе зеркало отражает здесь серёха цена в принципе отдельный экран это как бы минус по питанию до сидел и потом идет на выходе диполя в режиме диполя она работает то есть получается а ну можно принципе как бы этот диполь зафигачить виде этой банки консервной да просто его подцепить да и он будет просто поток определенную сторону узнать как я могу проверить волномером волномером не лодочкой поднес поток увидел светилась понятно еще хотел спросить кстати то что я сейчас спрашиваю ребят на самом деле ответа в интернете на эти вопросы не найти то есть вот серёга он товарищ из старой гвардии радио электронщиков радиолюбителей и сейчас днем с огнем не найдешь статья порадовался на толпе лучше встретил кого я его раньше ну ты его знаешь я-то его в принципе может видел раз два павильона остался и там дядька работает примерно наверно моих лет может постарше может рядом назвался ёжиком меня ребята помнят под ником ёжик да ну да и у него там это самое два таких этих очки потом сверху и чувачки мы с ним буквально это было наверно в начале лета получится вспоминали вот этого ностальгировали он говорит вообще ведь редко сейчас молодые приходят говорят они даже паять не умеет я рада конечно не умеет они паять как-то их учил потребительского общества воспитывали серёг но зато 10 миллионов просмотров я посмотрел это самый ролик как правильно понять вот вот я когда-когда паял допустим когда это сам работал радиоэлектроники почтовом ящике там неправильно спаяешь в тебе эту плату поперёк поперёк засуну да и над тобой будут издеваться полгода особенно кто там техник который занимается паркой семьи уважаемый человек один на отдел был у нас там один хороший товарищ говорится в любом один должен быть либо начальник толковый высший из монтажников да то сюда монтажник вот этот я техникова монтажник да вот а этот ролик 10 миллионов принципе вот для паяния используется цивола для паяния используется канифоль надо вместе их соединить мой кран это обезьянья инструкция и красочно красочно оформлена вот этот ролик да не придерёшься да вот мои ролики они пишутся сходу вот это красочно 10 это самое мультов 10 миллионов просмотров вопрос о чём человек посмотрит будет он паять во ребята нифига он не будет паять вот кстати по поводу пайки по поводу пайки серьезе как-то прихожу вот к этому какой лежит он паяет высокоточную электронику большим паяльником большим паяльником мощным сколько он там ну 200 250 ватт такой внутрь да и у него выщербленный край такой принципе и он спокойненько им паяет высокоточную электронику так я живу это поможешь к отбивал потоньше делал лопаткой ну а это самое по моему кто то время у нас еще не было с тобой паяльных станций первая паяльная станция тебя появилась и не появилась на тот момент еще не было возможно еще тогда совсем не было тогда что сотовое средство появляться начала она же сотой связи не было да вот поэтому друзья принципе мы так но я считаю что я свою работу с ним сейчас выполнил у меня ушло на тебя где-то около полчаса сейчас принципе и все твои шеи находятся в двойках вот вот так но и в троечка которую здесь вот что-то остаточное значение чувствуется натяг чувствовать как бы там сюда спина вся там расслабилась там еще серёг принципе причина вот этого натяга то что у тебя там находится как бы некой за свои кровотока его принципе надо оттуда зафигачить но здесь их нету меня в тупик завел нет я имею ввиду что грудной и шейный отдел из-за того что мы забивают из-за кровотока не но просто вот этот вот тебе сейчас остаточный его убрать каким его образом убрать это у тебя генерится или под черепком что вряд ли или сверху ну сверху давай попробую так вот погоняю их я щас сам замешать проходит так ребят ладно выше чуть ниже чуть левее чуть правее вот так теперь лишь так как в анекдоте вот друзья вот она . вот она . она принципе это . в руках доктора микулина доктора микулина серёг там еще не зная что я опишу многосерийный фильм под названием доктор миколин и доктор миколин это псевдоним не фамилия у меня а но это самое ой не псевдонима это как его там зовут хэштег хэштег или картирует знает там слово доктор я имею ввиду там это как бы собирательный образ а так миколин дает моих изобретался естественно да еще там пишу главной роли андрей никулин вот так вот друзья здесь вот тут у него ощущение было и прямо один в один в сантиметровую пупырку которую те вы любите мацать руками давить вот у него здесь вот такой был воздушный шарик который сейчас 3 миллиметра там все-таки остался то есть немножко вроде как сдулся всему друзья виновата акклиматизация и погода я еще себе вчера на грузе но он еще нагрузил вчера себя переохладился капельку занимался реставрации ну как капельку машине утра до десяти вечера прокопался с аккумуляторами с каких утра взвести утра до десяти вечера теперь у меня профессионально вопрос что-то с ними делал автомобильный аккумулятор имеется нет аккумуляторы от гибрида но от гибрида до которая машине располагается у него там ты шик новый и взял целую партию но не новая взял лучную батарею потом ты его это сам зареставрировал но зареставрировал особо не было ты себя поменял несколько элементов которые были плохие а тот элемент который самый плохой он по напряжению нормально давал а только он не держит а тот мне померить было тогда нечем а сейчас я купил себе тестер аккумуляторов тестер аккумуляторов прям таких от свинцовых для всех подряд он меряет внутреннее сопротивление пусковой ток насколько что я взял но где 800 не стоил и вот что я делаю я подключаю зарядку 15 ампер силовую по 800 аэрион 15 ампер ток стабилизирует я смотрю просадку напряжения нормальная батарея просаживается до 8 вольт сейчас ребята будем слушать звуки природы так ребятки пока стоп машина так ребята в принципе уже пришел ко мне пациент который другой вот и мы серёгой все что смогли мы сделали поэтому естественно он не отпишется как он чувствовал потом хотя насколько мне интересует насколько спазм на самом деле у него убрался так сейчас его подымаю прошу подымается чё пока лежу убрался хорошо так наверно будет наглядно для народу вот такая вот картинка спины по мышцам имеется и очень хорошее упражнение как берешь вот так вот палку делаешь такие движения да ребята на оживел оживел да 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 ребята если человека сразу на тошноту пробивал а потом начинает это самое шевелиться шевелиться так у нас последняя рубрика которая принципе я пишу называется спасибо доктор микулин и самое лучшее спасибо не просто как бы твоя мордочка мне говорит а то что ты сейчас показал виде вот этих движений она просто я все время пока в отпуске был спасался именно вот этим именно этими движениями палка и вот так вот как бы проминаешь именно эти группы мышц и я все собираюсь никак не дойду у меня же на работе есть эти тренажеры для гребли вот такие вот я все собираюсь на нем посидеть и помахать лапками так чтобы подразмять чуть-чуть себя хорошо так ребята ну на этом мы на сегодня сергеем закончим